Мы хотим, чтобы были нормальные выборы. Люди пришли, возмущенные тем беспределом, который творится. Люди пришли показать, что не все тупые и покорные. На каком условии вы меня задерживаете? На каком условии вы меня задерживаете? Объясните причину задержания. Место холопов должно быть в стойле. Именно такие выводы можно сделать, глядя, как озверевшая Росгвардия просто убивает россиян за любое мирное собрание. Люди, которые целых пять лет слушали байки об украинских карателях, встретили реальных карателей прямо на улицах Москвы. По иронии судьбы командовал избиениями беглый командир Беркута, который в свое время отдавал приказы мочить всех, кто вышел на Майдан. Первое фото сделано в Киеве, а второе уже из Москвы. Это товарищ из ОМОНа из Киева, Киевский ОМОН. Человек, который переехал в Россию, был на Майдане, теперь он руководит группой ОМОНовцев здесь, в Москве. Почему всех моральных уродов как магнитом тянет в русский мир – тема отдельного разговора. А здесь хотелось бы обратиться к рядовым россиянам. Помните, как вы в свое время кричали «Беркут, Беркут»? Так вот, этот бумеранг только с дубинками вернулся к вам. Выпустите меня, я член партии «Единая Россия». А что случилось с вашей рейтой? Мы его мужа задержали, мы шли домой. Он хотел на ту сторону пройти просто. Я член партии «Единая Россия». И это же не только Москвы касается. Скажут, будут болельщиков после футбола избивать. Или на Шиес поедут людей бить за недостаточную любовь к партии. Послушай, Оль, а как тебе «Единая Россия»? Ну, она едина. Еди-на? Ну да. Они, кстати, уже прямо называют власти чертями. Что за черти правят? Единый народ. Избавляйся. Добавим сюда рекордно низкий рейтинг Путина. И получим на выходе ясную картину, почему так озверели силовики. Просто в Кремле понимают, что промывка мозгов уже не работает. Только в этом году массовые протесты прошли в Архангельской области. Федеральные телеканалы продолжают обсуждать Украину и не замечать массовые протесты на севере России. Потом в Екатеринбурге. Так будет, стой! Завтра будет больше! Голоды защищают! Голоды защищают! А теперь в Москве. Фашисты! 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 Все меньше россиян верят байкам о великом вожде, мастере многоходовок. И здесь два варианта для Кремля. Либо, наконец-то, обратить внимание на проблемы россиян и не пичкать народ ежедневными историями о жизни хохлов. В прямом эфире программа «60 минут» о самом главном. Украина уже вовсю готовится замерзать без нашего с вами российского газа. Программа «60 минут» по горячим следам. Украина не вступит в НАТО. Слава Богу! Либо просто утопить Россию в крови. Сделать инвалидом каждого, кто посмеет поднять голову и заявить о своих правах. И угадайте с одного раза, какой из вариантов выбрали Путин и компания. Ягде ты, Илюха! Да хватит так делать! Ну что ли? А вы что, стоите с коврителем, чтобы не тихнул так грубо? Причем, помимо физического воздействия, телевизор давит людей морально. Они вообще не говорят о жестокости силовиков. Напротив, крутят обезумевших, требующих сильнее закрутить гайки. В России власть может быть любой, кроме слабой. Сейчас не надейтесь. В России власть сильная. А еще прокачивают методички, что все протесты в России инициированы извне. Мол, половина протестующих это вообще украинцы, которые на деньги госдепа хотят устроить новый Майдан. Чтобы не было, как на Украине, украинский след на выборах в Мосгордуму. И в этом всем гражданам РФ важно ответить на классический вопрос. Ребята, кто вы? Твари дрожащие или все-таки право имеете? У себя в стране, на секундочку. Ведь каждый должен понимать, рано или поздно и у него возникнут проблемы. И тогда ровно так же под молчание соседей ему сломают ребра, а по телевизору сделают хохлом-диверсантам. На украинских диверсантов в русском мире вообще принято сваливать все на свете проблемы. А еще спекулировать на смертях. С чем гениально справляются пропагандисты с оккупированных территорий? Горловка, Шахтерск, Ясиноватая. Три города, которые на этой неделе ровно пять лет назад переживали самые страшные дни. Порой кажется, что многим из этих ребят просто уменьшили дозу антиазверина. Просто люди в здравом уме не опустятся до настолько оголтелой агрессии и фейков. Знаете, подонки, есть только одно место, где вы можете скрыться от нашего правосудия. Это ад. И торопитесь туда. Так, на этой неделе в молодых недореспубликах отмечали очередную годовщину начала войны. И, конечно же, надували сопли пузырями от истории об агрессии украинских карателей. Вот здесь один из последних прилетов со стороны вооруженных сил Украины. Почему один из последних? Потому что до сих пор никто не может сказать, когда прекратятся боевые действия. Показывали, например, троллейбус, уничтоженный самими боевиками на бассе. Кто забыл, с украинских позиций мина в этот район Донецка долететь не могла. Просто потому, что мины так далеко не летают. Ну а то, что в троллейбус попала именно мина, тогда рассказывали сами боевики. Это был миномет, и всего было три взрыва. Две мины упали вот буквально в 25-30 метрах отсюда. Это был миномет мелкого калибра, примерно 82 миллиметра. А когда осознали, что подставились, минометный обстрел превратился в обстрел испиона. То есть настолько явный плевок в лицо людям, что тут и платка не хватит, чтобы себя в порядок привести. Но проходит пять лет, и свое преступление некрасиво выдают за зверство хунты. До сих пор не можем прийти в себя. Вроде бы и не было 5 лет. И тут хочется передать привет Министерству информации псевдо-ДНР. Смешные вы. Прежде чем на костях танцевать, сначала придумайте отмазку. Почему ваша прокуратура говорит о пионе? Наиболее подходящим орудием такого калибра, производившимся на территории бывшего СССР, является дальнобойное самоходное орудие 27 пион. Говорится в материалах уголовного дела. А на памятнике погибшим людям написано «Миномет». Так бывает, когда люди напрочь заврались. Причем не просто заврались, а продолжают врать. Мало было смертей на бассе. Нет же, надо было и смерть женщины в Зайцево на Украину списать. 25 июля 2019 года погибла Ирина Алексеевна Меньшакова. Одна из зайчат. Последняя жительница поселка Зайцево. Жалко им, значит, слезы показательно льют. Только забывают рассказать, что погибла женщина фактически в своем огороде. Не во время обстрела, нет, а от разрыва мины. На обратной стороне забора она наступила на мину ПММ и упала при подрыве, упала на вторую мину. Мину установили на территории подконтрольной боевикам. Еще раз, подконтрольной боевикам. Так делают на случай наступления противника. Но угадайте с одного раза, что всем рассказывало министерство галлюцинаций. Женщина в Зайцево подорвалась на мине, установленной ночью украинскими диверсантами. Диверсанты, рискуя жизнью, проползли через линию фронта, чтобы наставить мин в огороде у бабушки? Вот что это, если не божья роса прямо в глаза зрителям? Зато на публику показательно скорбят по женщине. Анализ створял о собой несгибаемую волю и мужество каждого, кто остался дома на своей земле. Но что взять с ребят, которые сначала сбивают малазийские боинки, сообщают об этом всем? Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торес. А спустя пять лет собирают массовку и перед камерами льют слезы. Разбился Боинг-777. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Не выжил никто. Это лицемерие какого-то неземного уровня. Даже не танцы на костях, а нечто запредельно мерзкое. Победа донецких ополченцев в городе Тореса бит еще один самолет. И сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто стал жертвой преступного приказа. И именно такие предельно мерзкие истории лучше всего характеризуют пять лет войны. Ну а что, рассказали бы людям правду и о Боссе, и о Боинге, и о той же женщине в Зайцево. Но нет. Сначала убиваешь, а потом бежишь плакать впереди всех. И это идеальная визитка русского мира, где вранье — это фундамент, а жизнь человека ничего не стоит.